МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый высокотехнологичный губернатор Василий Голубев наградил лучшие инновационные компании Дона. Как сообщает пресс-служба правительства области, второй год подряд победителем признан Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи. Помимо диплома первой степени, компания получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Второе место у завода Росвертол. Призер получит 125 тысяч. Диплом третьей степени и 75 тысяч рублей достались ростовскому предприятию космического прибора строения КВАНТ. Напомним, конкурс лучшей инновации Дона проводится с 2009 года. Победителями признаются предприятия, которые реализуют комплексный подход к развитию инновационной деятельности. От организации конкретных научных разработок до внедрения их в производство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим темам. На рынке финансовых услуг появился новый тренд – инвестиционное страхование жизни. По сути, это структурный продукт со стопроцентной защитой капитала, обернутый в договор страхования жизни. Средства инвестора направляются в акции с фиксированной доходностью, а также в специальные инструменты, позволяющие клиенту напрямую участвовать в росте выбранного базового актива. Подробности далее в программе. Как застраховать свою жизнь на выгодных условиях и при этом заработать? Решить подобную задачу призваны инвестиционные и накопительные проекты – одни из самых перспективных программ фондового рынка в грядущем году. Их главное преимущество – доступность. Мы дали клиенту с входным билетом, как Николай обозначил, от 300 тысяч рублей, купить ту услугу, которая 2-3 года назад была доступна только клиенту, начиная от миллиона долларов. Сбалансированный подход к рискам, детальное изучение европейского опыта страхования жизни позволило создать механизмы, которые в кратчайшие сроки. За 8 месяцев действия только в Ростове-на-Дону помогли заключить более 30 договоров на сумму свыше 10 миллионов рублей. Котировки на нефть, золото, американскую недвижимость, показатели индекса «Чайна-25», ситуация на российской фондовой бирже «РТС», а также ряд других параметров составляют фундамент инвестиционных и накопительных проектов. Долгосрочная перспектива, а еще одна сильная сторона – программ страхования жизни, стартовавших весной 2013 года. Мы в первую очередь должны предложить тот базовый актив клиентам, понимая, что этот базовый актив и через 5, и через 7 лет будет актуальным, весь мир будет туда вкладываться, и он будет расти, а не просто какую-то коротенькую идею. Обязательное условие для потенциальных участников программ – возраст от 18 до 70 лет. Эксперты также составили материальный портрет потенциальных клиентов, которых могут заинтересовать новые проекты инвестиционного и накопительного страхования жизни. Стоит вопрос о том, что делать с частью капитала, который у него может быть не в российских активах, но все же есть некая база, на которой он живет, и на которую собирается опираться здесь, и через 5, и через 7 лет, и даже гораздо дольше. Вот с этим клиентом нам есть о чем поговорить. Структура новых страховых программ проста, прозрачная, и в то же время имеет свои нюансы. Большая часть денег клиента вкладывается в низкорисковые активы, гарантирующие практически стопроцентный возврат средств. Меньшее в бумаге компании, которые бенефициар считает перспективными. При росте котировок акций полученная сумма добавляется к начальной. В случае летального исхода выгода приобретателя его активы не сгорают, а в течение 14 дней переходят к лицу, указанному в договоре в качестве наследника. Артем Тарасов, Юрий Бабенко. Главное. Бизнес. Донской продукт вошел в сотню лучших товаров России. В звание лауреата конкурса завоевала продукция компании «Евродон», выпускаемая под торговой маркой «Индолина». Впервые за последние 6 лет «Росстандарт» в номинации «Вкус-качество» выбрал товары Ростовской области. В частности, были отмечены вареная колбаса «Элитная», колбаски «Мюнхенские» и для гриля, а также полуфабрикаты из мяса индейки. Колбаса «Элитная» помимо этого получила специальный знак «Сделано на Дону» и награду «Новинка года-2013». Компания «Евродон» – лидер отечественного рынка производства и переработки мяса индейки. Продукция донского предприятия занимает 30% рынка России. Показателем антинаркотической работы станет качественная профилактика. К такому принципу должны стремиться во всех районах области, отметил Василий Голубев. Он возглавляет областную антинаркотическую комиссию, последнее выездное заседание которой в этом году прошло в Октябрьском сельском районе. Очередной выезд прошел в Октябрьском сельском районе. Там собрались представители всех 12 служб, входящих в состав комиссии. Приехали представители всех ведомств, я имею в виду и образование, и социальная защита, и молодежи, а также и наркоконтроля, медицины. Поэтому работа прошла очень плодотворно, работали продолжительное время. Район, который может стать примером. Профилактической работы отметили участники встречи. Софинансирование из районного бюджета позволило сделать жителям доступным многие виды спорта и отдыха. У нас в районе развивается 42 вида спорта, занимается 20 240 человек. Это составляет 28% от населения Октябрьского района. Проводятся районные соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, игровые виды спорта. Педагогическую, культурную, образовательную, спортивную работу и уровень ее организации в районе оценивают во время выездной работы комиссии, в состав которой входят и представители Россельхознадзора. Основной задачей является выявление и уничтожение очагов дикорастущей сорной конопли. Практически в каждом районе Ростовской области выявляется ежегодно, в период вегетации, сорной растений, в том числе и конопля дикорастущая. Всего в 2013 году на территории Ростовской области было выявлено более 3340 очагов дикорастущей конопли на площади 105 гектар. В следующем году комиссия по антинаркотической работе в области продолжит свою работу. Главная задача ее деятельности на региональном уровне обеспечить государственную антинаркотическую политику. Для этого требуется понимание и приоритет здорового образа жизни в экономике районов, отметили участники встречи. Валентина Колесникова при содействии пресс-службы территориального управления Россельхознадзора. Главное – бизнес. И в завершении выпуска более 70 продовольственных ярмарок пройдет в Ростовской области в канун Нового года. За продуктами к праздничному столу 21 декабря приглашают жителей Донской столицы. Ярмарка пройдет на проспекте Кировском. Как сообщает областной Минсельхозпрод, в ней примут участие порядка 200 предприятий АПК, которые представят широкий ассортимент мясных, молочных, рыбных, колбасных, мучных и кондитерских изделий. Цены на товары донских сельхозпроизводителей прогнозируются на 10-15% ниже рыночных. На сегодня это все. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин